Я бы хотела вам предложить сделать пару штрихов на картине. Было бы символично, но мы все... Владимир Владимирович хорошо рисует, в отличие от меня. Пожалуйста. Вы меня рисуете, а мы одной не умеем. Да, одновременно было бы классно. Вот, например, вот эту зону. Собнестить может. Да, наш мозг собнестить. Да, давайте. И давайте продолжить, чтобы мы... Когда атакамсы и штормшедов прилетают по России, когда рубль падает ниже плинтуса вместе с акциями «Газпрома», когда сотни тысяч россиян умирают не пойми за что, в это время диктатор Путин развлекается и рисует картины в Казахстане. Что делает террорист Утакаева? И как Путин будет спасать россиян и экономику? Об этом не только поговорим сегодня в нашем стриме. Меня зовут Анастасия Норицына и Игорь Яковенко с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте. Рада приветствовать. Здравствуйте. Взаимно. Друзья, мы работаем в прямом эфире, поэтому просим вас писать свои комментарии, ставить лайки, ну и, конечно же, указывайте, из какого вы города и из какой страны вы нас смотрите. Путин прилетел в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Жаль, что Казахстан не подписывал римский статут, и поэтому, в принципе, диктатор туда может летать без проблем. И вот уже заявляется, что Путин и Докаев обсудили развитие стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном. Игорь Александрович, а чего Путин в такое сложное для России время бросил своих россиян, своих граждан и улетел в другую страну? Это он, наоборот, поехал как-то спасать их теперь? Вы знаете, я думаю, что физическое присутствие Путина на территории России мало что меняет и мало чему помогает. А, так сказать, укреплять какие-то связи с соседями важно, нужно. И вот этот визит, безусловно, направлен на то, чтобы как-то удерживать Казахстан в орбите влияния России. Вообще физическое присутствие Путина мало чему помогает. Поэтому сказать, что он уехал, и тут без него все разваливается, ну, вряд ли. А Путин не тот человек, не тот руководитель, который может что-то добавить полезного в руководство страны. Может ли этот визит свидетельствовать еще о попытке Кремля как-то укрепить свои позиции в Центральной Азии? Вот как вы оцениваете возможное сотрудничество как раз Казахстана с Россией в нынешних условиях? Вы знаете, я думаю, что самое главное для Путина сделать так, чтобы страны Центральной Азии не отодвигались еще дальше от Казахстана. Хотя, в принципе, такой опции нет и так, потому что у России с Казахстаном огромная протяженная общая граница, и это является гарантией того, что Казахстан никуда не убежит. Что же касается других стран, то там, особенно если речь идет о Таджикистане и Киргизии, то тут гарантией того, что они будут оставаться в орбите России, является то, что обе страны являются мировыми рекордсменами по той доле, которая занимает перечисление от трудовых мигрантов в структуре ВВП. То есть там у Таджикистана 40% его ВВП – это перечисление от мигрантов, и у Кыргызстана 30%, поэтому никуда они не денутся. Так что здесь у Путина пока позиции достаточно прочные. Может ли Путин как раз рассматривать эту страну как альтернативный маршрут поставки газа? Потому что мы знаем, что сейчас в Европу, возможно, все намного усложнится, и вот, может, об этом будут разговаривать? В том числе об этом. Хотя, еще раз подчеркиваю, здесь основные, то есть, что касается нефтепродуктов, нефти, газа, то здесь основные партнеры – это Индия и Китай, поэтому здесь, я думаю, маловероятно, что будет что-то дополнительно осуществляться. Казахстан, кстати, в последнее время демонстрировал определенную дистанцию от Москвы. Может быть, ли попытка сейчас Путина как-то вернуть не просто свое влияние, а вот это сотрудничество и дружбу с этой страной? Мы сейчас об этом с вами и говорим. То есть, это попытка, так сказать, как-то укрепить свои позиции, не позволить Казахстану отодвинуться. Безусловно, для Такаева очень важно держать дистанцию по отношению к Путину. Хотя Такаев, несомненно, в общем-то, прекрасно понимает, что ему ссориться с Путиным не с руки. Потому что в любом случае иметь такого опасного соседа, известно, что в высшем военном и политическом руководстве России всегда существовали, в том числе, и аппетиты в отношении Казахстана. Поэтому не быть следующим после Украины – это очень важная задача для Такаева. Поэтому сейчас Путин и Такаев рисует какие-то там мостики дружбы. Поэтому нужно дружить с Путиным, чтобы он не нападал на Казахстан. Я наш разговор начинала как раз с того, что сейчас очень сложные времена в России, и Путин как раз в это время, по сути, сбежал со страны. На России рубль продолжает падать и пробивать новое дно из-за геополитической напряженности последнего пакета санкций и проблем с оплатой за экспорт и импорт. Еще несколько часов назад медиа в РФ писали о падении рубля до 108 за доллар с марта 2022 года. А уже сейчас курс достиг 113 рублей, был сегодня даже 114. А евро вообще пришагнул отметку в 120 рублей. Если все и дальше будет в таких темпах, как сейчас, то что ждет Россию? Ну, косвенно это свидетельствует об инфляции некоторой. Я не думаю, что какая-то будет катастрофа, потому что на самом деле курс доллара только опосредованно свидетельствует о характеристике экономики. В этом смысле мне очень было забавное заявление министра финансов Силуанова, правда оно было по поводу учетной ставки, когда он говорил о том, что не надо обращать внимание на учетную ставку, чем больше вы о ней думаете, тем хуже. А надо думать о хорошем, будет хорошо. То есть смотреть на показания в обменниках, показания цифры в обменниках, я думаю, что россиянам уже не очень важно, потому что, в общем-то, этих долларов подавляющее большинство из них и не видел, и не знает, что это такое. Так что я думаю, что это не очень сильно влияет. Хотя, конечно, гораздо больше влияет уровень цен, которые примерно в два раза за период вот этой большой войны выросли. Вот это вот то, что серьезно влияет на уровень жизни россиян. Цены в магазинах – это катастрофа. И то, что цены растут, а зарплаты нет, вот эти ножницы существенно перерезают жизненный уровень граждан России. По крайней мере, большинство из них – те, кто не работает, скажем, на военных заводах и не получают вот эти безумные деньги от контрактов. Основная масса россиян, безусловно, стала жить за время войны намного-намного хуже. Ну, может быть, россияне те доллары никогда и не видели, но вот они все-таки еще влияют на российскую экономику. По крайней мере, российские эксперты, экономисты об этом говорят. Многое еще и покупается и привязывается к валюте. Рубль начал падать после 21 ноября, когда США ввели санкции против 50 российских банков, связанных с мировой финансовой системой. И в их число попал как раз Газпромбанк, обслуживающий платежи за российский газ. Тут еще сегодня послы ЕС собирались, чтобы обсудить санкции против теневого флота Российской Федерации. Вот как долго, по вашему мнению, российская экономика сможет выдерживать такое давление, если сейчас мы видим, что в последнее время Байден готов на санкции, Великобритания готова на мощные санкции. Что дальше? Вы знаете, мнения у экономистов разделились. Я все-таки думаю, что санкции, безусловно, наносят какие-то удары. Действительно, мы видим, там и доллар растет, курс доллара растет, и цены растут. Но в целом российская экономика пока держится. И я думаю, что неопределенно долгое время Путин может продолжать эту войну. И у меня все-таки складывается твердое убеждение, что не санкции заставят прекратить Путина эту войну. То есть, если чисто по экономике, то Путин сможет продолжать войну еще неопределенно долгое время, скажем, несколько лет. И это не тот параметр, который, вот именно санкции, это не тот фактор, который заставит Путин прекратить войну. Я думаю, что все-таки другие факторы раньше скажутся. Там тяжелое военное поражение, какое-то... В результате тяжелого военного поражения возможно, какие-то внутренние проблемы, связанные с каким-то бунтом элит и так далее. Но никак не санкции. Санкции — это только косвенное воздействие на экономику, но никак не решающее. Про бунт элит и то, что может развалить Путина. Наши зрители пишут вопросы. И вот Александр сейчас в чате спрашивают у вас, Игорь Александрович, возможна версия, что окружение Путина хочет разделить между собой ресурсы России, а затяжная война — это просто разъяснение россиянам, почему страна развалилась. Вы знаете, вряд ли на сегодняшний момент существует такая ситуация. Просто 24 года тотальной зачистки политического поля привела к тому, что все-таки элиты прошли тот отрицательный отбор, когда в этих самых элитах нет людей, способных на какие-то решительные действия. Поэтому крайне маловероятно на сегодняшний момент те настроения, о которых говорит Александр, я думаю, что они не станут каким-то фактором сейчас изменения ситуации, потому что в общем-то они боятся те самые элиты, которые как мы называем лучше говорить верхушка, потому что элиты это все-таки лучшие, а во власти в России оказываются худшие. И я думаю, что все-таки они на сегодняшний день боятся Путина гораздо больше, чем последствия войны. Скорее всего возможность каких-то действий возникнет тогда, когда обстоятельства для вот этой верхушки российской власти окажутся очень тревожными, когда над ними нависнется реальная угроза физического уничтожения, например, в результате изменения ситуации на фронте. Я думаю, что все-таки вот мы сейчас говорим, Анастасия, мы с вами сейчас говорим о том, что происходит в экономике, мы сейчас говорим о том, что там происходит в финансах, курс доллара и так далее. Я думаю, что это все факторы второго уровня воздействия на ситуацию, а главное это то, что происходит на фронте. Все-таки главные события происходят на фронте именно от того, что там происходит на поле боя, на линии фронта и рядом с ней как раз и создаются ситуации, которая может что-то изменить. Вот у меня все-таки твердое убеждение, что в нынешней ситуации именно на поле боя решается судьба и Украины, и России. Я, в принципе, с вами согласна, что именно вооруженные силы Украины могут повлиять на ситуацию с Россией и с Путиным, и что с ним будет дальше. Но тут еще интересно, что будут делать вот сами россияне. Мы с вами уже как раз обсуждаем тему экономики и вы говорите, что россияне видят цены в магазинах, инфляция растет, это многих уйдетает, зарплаты там не повышают, но тут же тоже должен быть какой-то предел. Они готовы жить в нищете, готовы хоронить своих близких и не будут выходить на какие протесты, а не писать сообщения в социальных сетях. Ну, сообщения в социальных сетях кто-то пишет и некоторые за это тут же оказываются за решеткой. Я все-таки твердо хочу, здесь у меня есть твердое убеждение в том, что никакое ухудшение жизни не станет фактором массового какого-то протеста, уличного протеста, который сможет изменить ситуацию. Силовые средства подавления, средства насилия, которые созданы путинским режимом, таковы, что любой протест будет раздавлен. И люди это хорошо понимают. То есть есть несколько обстоятельств, которые исключают с моей точки зрения возможность изменения ситуации благодаря какого-то восстания граждан. Это первое, это огромные силы подавления, это прежде всего Росгвардия, которая по численности по своему потенциалу силовому мало уступает оккупационная армия, которая сейчас воюет в Украине. Второе обстоятельство, это полная тотальная зачистка политическая, то есть в России нет никакой политической силы, которая может возглавить этот протест. ну и наконец запуганность населения на протяжении целого ряда лет точечные репрессии заставили население смиряться с тем, что бунтовать бесполезно. Так что я думаю, что опция какого-то народного возмущения массового, которое способно изменить ситуацию, с моей точки зрения исключена полностью. Друзья, все, кто нас смотрят в прямом эфире, кто будет потом смотреть в записи, вы напишите свое мнение, как вы думаете, сможет ли ухудшение жизни повлиять на россиян и как-то потом сделать, чтобы они протестовали против путинского режима. Напишите, что вы думаете, и если кто нас смотрит из России, то напишите, какие у вас цены сейчас в магазинах, и нравится ли вам это или нет. Тут нам в комментариях сейчас гости пишут по поводу того, что Путин сбежал и приводит в пример, что Горбачев сбежал, Лужков сбежал и Путин сбежит. Что вы думаете об этом? Возможен ли сценарий развития событий, при котором Путин действительно будет вынужден уехать, улететь из России и что должно произойти? Я думаю, что этот сценарий, ну, скажем так, не то, чтобы маловероятен, он просто совсем невероятен, потому что Путин прекрасно понимает, что то количество преступлений, которые он совершил, вполне достаточно для того, чтобы его нашли в любой точке земного шара. Поэтому бежать ему некуда, ну, а пока, в общем-то, и незачем, потому что на сегодняшний момент и в обозримой перспективе у Путина вполне устойчивое положение. К огромному сожалению, никаких угроз для него сейчас нет. Ну, давайте просто разберем, вот, ну, просто, так сказать, варианты, да, что ему может угрожать. Мы сейчас только что говорили о варианте, там, народного бунта, народного восстания. Вероятность этого, видите, равна нулю. Здесь я думаю, что, ну, по крайней мере, я в этом убежден. Второй вариант это сценарий, при котором какая-то страна, а их очень немного, буквально там на пальцах одной руки можно перечислить, приняла решение о ликвидации террориста номер один. Это вполне нормальное законное решение. Путин является законной целью для вооруженных сил Украины, для спецслужб Украины, но пока я думаю, что такая вероятность тоже очень близка к нуду. По крайней мере, такие действия, то есть физически уничтожить Путина как международного преступника, как террориста номер один, могут Соединенные Штаты Америки, могут спецслужбы Украины, но пока я не исключаю, кстати говоря, что подобного рода консультации где-то спецслужбы и проводят, и я даже уверен, что они где-то проводятся, но пока такое решение не принято. Ну а что еще? Заговор верхушки тоже верхушки запуганы, хотя в принципе я думаю, что Путин имеет в виду такой сценарий и предпринимает все силы для того, чтобы укрепить свою безопасность. Подведем итог вот такого краткого нашего так сказать обзора сценариев, и я думаю, что все-таки на сегодняшний момент Путин уверен своей безопасности и хотя предпринимает меры для того, чтобы сохранить свою жизнь, но тем не менее все-таки бежать ему некуда и незачем. А решение о ликвидации Путина, оно должно быть от стран Запада, от Соединенных Штатов Америки или по сути, если Украина будет иметь, и я уверена, что будет иметь свои баллистические ракеты, которые там способны пробивать бункер и прочее, то мы даже не будем ни у кого об этом спрашивать. Я думаю, что Украина вообще в принципе и в наших с вами беседах мы с вами уже касались этой темы, я думаю, что Украина фактически неизбежно начнет дрейфовать в сторону большого восточноевропейского Израиля, то есть страна, которая сама принимает решение о том, каким образом сохранить свое существование, защитить себя, и это в том числе так сказать означает, что так же, как Израиль уничтожает своих врагов персонально, никого об этом не спрашивая, уничтожает главарей Хамас, главарей Хизбаллы, значит, каких-то там иранских генералов, которые угрожают безопасности Израиля, Израиль никого об этом не спрашивает и возможно даже действует вопреки рекомендациям своего ближайшего союзника Соединенных Штатов Америки. Я убежден, что Украина двигается в эту же сторону, потому что, да, это здорово, когда помогают, и Украина сейчас очень зависит от помощи Соединенных Штатов Америки, Запада, Великобритании, других стран, Но все-таки я думаю, что в любом случае Украина движется в ту сторону, когда она в меньшей степени будет спрашивать, что ей делать. И вот в том числе и такое действие, как физическая ликвидация террориста номер один, я думаю, что это возможно, что Украина предпринемет сама, как только возникнет для этого необходимые условия. Ну а что касается там, как на это будет смотреть окружающий мир, вот Израилю на это наплевать. Я думаю, что Украине тоже будет в какой-то момент на это наплевать, потому что ликвидация террориста номер один Владимира Путина, я думаю, кардинально изменит ситуацию и после его ликвидации война просто прекратится. А это главное, что нужно сейчас Украине для нормальной жизни. Ну и кстати, после ликвидации Насролы, то у Израиля и Соединенных Штатов Америки отношения не испортились. Поэтому я думаю, что так должно быть и с Украиной. Мы видим, что участились сейчас прилеты по Российской Федерации именно ракетами и атакам с Штормшедо. И что удивительно, это даже подтверждает Министерство обороны Российской Федерации. Как вы думаете, а зачем они начали признавать то, что прилеты были в цель и что у них есть потери? Ранее они вообще об этом не заявляли или говорили там обломки, пожар, мы его потушили, а сейчас уже говорят, что действительно уничтожили там С-400, действительно был прилет по аэродрому? Ну, тут две стороны вопроса. Во-первых, все-таки отрицать очевидное все сложнее. Понимаете, когда есть видео, ну можно, конечно, говорить все время на черное, что оно белое, но когда есть большое количество видео, когда есть большое количество свидетельств, то это отрицание становится довольно глупым. Когда все видят, что действительно удар попал в цель, говорят, что ничего страшного не произошло. Это, в общем, ну такая достаточно наивная и неэффективная политика. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса это попытка так сказать создать ситуацию, при котором есть основания для того, чтобы появляется основание для того, чтобы нанести какой-то удар возмездия. Хотя, ну вот, сейчас очень много говорят о практически все российские СМИ, они просто постоянно повторяют одно и то же слово. Орешник, 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 орешки. Там в майке с изображением там крепкого орешка вышел, один из лидеров парламентской фракции Миронов там скандирует орешник буквально в каждом эфире российские пропагандисты. То есть, это воспринимается и подается как некий удар возмездия. Хотя, понятно, всем хорошо известно уже, что этот удар был нанесен холостыми снарядами и никакие проблемы не создал. Но, тем не менее, вот эта вот идея, что, да, удары украинцев американскими, британскими ракетами достигают цели, ну и вот удар возмездия. Ну, то есть, вот такая вот логика. Логика, направленная на как бы эскалацию войны, хотя на самом деле никакой эскалации не происходит, ничего нового в этой войне не появляется в результате того, что там появился вот этот появился эта баллистическая ракета средней дальности со стороны России. Но, тем не менее, такая психологическая возгонка безусловно происходит. То есть, это цель, цель, так сказать, создать и укрепить вот эту стратегию ядерного шантажа прежде всего. Ах так, вы бьете по нам американскими и британскими ракетами, ну тогда вот держитесь. Ну примерно такая вот логика российской пропаганды. Ну у них там вообще сейчас этот орешник главного мозга, да, они как-то и акции, какие-то, точнее марки регистрируют, и водку так называют, и в футболках приходят, и пропагандисты действительно кричат о том, что всё, Россия снова непобедима. Но в то же время на российском телевидении всё чаще звучит и неудобная правда о высоких потерях в войне против Украины, которую как раз и предпочитают замалчивать и скрывать российские власти. Пропагандисты, такие как Михаил Тимошенко и Виктор Баранец, такое впечатление, что установили какую-то связь с реальным миром, и они в своём эфире говорят, что территориальные достижения российской армии не стоят тех жертв, которые понесла российская армия. А дальнейшие возможные достижения что-то не очень просматриваются, потому что Украина готовится к обороне. Давайте мы послушаем. А уж что на ток-шоу у нас такое впечатление, что каждый пришедший приносит мешок шапок и начинает этими шапками всё закидывать. Такие беседы на ток-шоу. Ребята, вы чего умом двинулись? Сколько мы положили в Бахмуте народу вагнеровцев не считали, нет? Любой, кто умеет пальчиками тыкать в поисковую строку, может найти. Не тысячу и не десять. О вооруженных силах потери это ж вовсе не обсуждается, да? И нигде этого не найдешь. Но вот вагнеровцев можете судить. А то, что украинцы готовятся к обороне, а сейчас уже официально план обороны, да? А боеспособные части никуда не делись. Есть. И резервы стараются готовить. Я понимаю, что Путину наплевать. Тысяча, десять, сотни тысяч россиян погибли на войне против Украины. Но все-таки есть же тоже какой-то предел. Вот и денег там не будет хватать, чтобы всем выплачивать за контракт. В конце концов, у путинской армии просто некому будет воевать дальше. Это остановит его? До этого довольно далеко. Все-таки на сегодняшний момент я не очень хочу сейчас выступать в качестве там какого-то адвоката. Но тем не менее надо оставаться на почве реальности. Конечно, ситуация, когда у Путина путинской армии некому будет воевать, да и не очень-очень далеко. На сегодняшний момент мы видим, что есть ресурсы пополнения вот этого пушечного мяса. Здесь, во-первых, все-таки покупка пушечного мяса пока еще действует. И Путин просто повышает расценки. Давно уже перекрыли тот рекорд, который был установлен недавно, когда платили три миллиона за за одну голову. Так сказать, сейчас уже и больше платят. Поэтому покупка пушечного мяса это один ресурс. Второй ресурс это испытанный со времен Пригожина механизм, когда брали из тюрьм, но сейчас это уже усовершенствовано. То есть поскольку тюрьмы в значительной степени и лагеря, колонии опустили, то используется модернизированный механизм, когда просто против человека возбуждается либо уголовное дело и ему предлагается на выбор либо тюрьма, либо фронт. И человек вынужден выбирать, ну, некоторые люди выбирают фронт. То есть это на самом деле это совершенно неограниченный ресурс привлечения пушечного мяса, потому что против любого человека можно возбудить уголовное дело и после этого шантажом отправить его на фронт. Кроме того, призыв, который в результате которого человек тоже оказался сначала в армии по призыву, а затем вдруг неожиданно подписал соглашение о контракте. Ну, еще дополнительный ресурс пушечного мяса дает Ким Чен Ын. Пока это 10 тысяч человек, но это явно не последнее. То есть на самом деле иностранное пушечное мясо тоже нельзя списывать со счетов. Мы знаем цифру северных корейцев, которые воюют сегодня в Курской области, но не надо спрашивать со счетов довольно большое количество кубинцев, йеменцев, которые воюют. Это, конечно, не такие базовые цифры, которые способны существенно заткнуть дыры, но тем не менее, знаете, курочка по зернышку, в данном случае по кровавому зернышку. Поэтому ресурсы, людские ресурсы в живой силе у Путина есть, и они неопределенно долго могут поддерживать эту войну. Так же, как и ресурсы материальные. Я имею в виду производство боеприпасов, вооружения. Та же Северная Корея дает Путину снарядов и ракет больше, все страны НАТО вместе взятые. Так что рассчитывать на то, что Путин прекратит войну из-за того, что у него исчерпаны оказались ресурсы людские и материальные не приходится. Здесь эту войну вооруженным силам Украины придется заканчивать иначе. Заканчивать переломом ситуации на поле боя и разгромом вооруженных сил России. Просто исчерпание ресурсов это крайне маловероятно. Во всем случае это очень нескоро. Для того, чтобы нам переломить ситуацию на поле боя нам, конечно, нужно много оружия и люди тоже нужны для того, чтобы воевать все-таки. Но если говорить сейчас о решениях Байдена, о том, что он позволил нам бить вглубь территории России атакам сами, как вы думаете, по вашему мнению, куда должно прилететь, чтобы это Путин почувствовал, чтобы ему действительно стало больно? чтобы стало больно по-настоящему, конечно, должно прилететь по Кремлю. Но пока это нереально, пока дроны украинские прекрасно долетают до Кремля, но это не то оружие, которым по крайней мере пока можно нанести серьезный ущерб. А что касается того, что делается, Украина использует тот весьма ограниченный запас ракет средней дальности, которые находятся в ее распоряжении, имеется в виду американские, британские, французские ракеты, достаточно оптимально, но их очень немного. Все-таки, понимаете, Байден, конечно, спасибо ему огромное, что он под занавес своего президентства все-таки сделал то, что должен был сделать несколько лет назад, как минимум два года назад. Разрешил бить американским оружием по целям в глубине России. Но мало того, чтобы разрешить бить, надо еще и дать достаточное количество того, чем бить. А пока все-таки количества этих ракет явно недостаточно. Но они используются, используются эффективно, уничтожаются склады боеприпасов, это здорово, это значит, что меньше бомб, меньше ракет прилетит в украинские города. Это тот результат, который необходимо, который необходимо добиваться. Но, конечно, нужны в конечном итоге вот эти вот ракеты, которые сегодня есть на вооружении Украины, это не то оружие, которое позволит переломить их количество, это не то, что позволит переломить ход боя, ходя ситуацию на войне. Я думаю, что рано или поздно Запад даст Украине достаточное количество и этих, и других ракет, в том числе, томогавки, которые смогут уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине, действительно, там, Уралвагонзавод, это две с лишним тысячи километров от линии фронта, и я думаю, что вот томогавки как раз здесь очень пригодятся. И вот я думаю, что неизбежно в конечном итоге дело дойдет и до них, и до достаточного количества F-16 и F-35. И американские летчики, пенсионеры тоже будут летать в кабинах этих самолетов. К сожалению, к сожалению, все это, все эти решения приходят с большим опозданием. Я думаю, что даже в следующем году, к сожалению, томогавков на вооружении в СУ не будет. Это, конечно, очень печально, но, к сожалению, это вот та реальность, с которой мы сегодня находимся. Я думаю, 2026 год это может быть тот год, когда на вооружении Украины появится достаточное количество тех сил, которые позволят хоть как-то начать переламывать ситуацию на поле боя. А до этого, ну, до этого, к сожалению, придется терпеть. А почему именно 2026 год? А там, понимаете, какая проблема Дело в том, что, значит, те же, ну, если брать конкретно томогавки, то у них на сегодняшний момент уничтожены все пусковые установки, которые позволяют им бить суши. Их надо изготовить. И этим сейчас занимается военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. просто на сегодняшний момент те томогавки, которые есть, их порядка 7 тысяч на складах в Пентагоне, они используются с... они морского базирования. Поэтому их надо, так сказать, эти установки надо изготовить. И именно к 26-му году предполагается разместить некоторое количество томогавков на территории Федеративной Республики Германии. Я думаю, что к этому же времени Соединенные Штаты Америки созреют для того, чтобы передать на вооружение ВСУ эти ракеты. Так что... Ну, раньше это просто технически невозможно. Так что эту, так сказать, это вооружение придется ждать. И точно таким же образом я думаю, что к этому времени все-таки Байден, так сказать, ну, оговорился, Трамп созреет для того, чтобы все-таки оказывать Украине более решительную помощь. Так что 25-й год, к сожалению, я так думаю, я очень-очень хочу ошибиться, я очень хочу признать свою ошибку, но я думаю, что 2025-й год станет годом тяжелого испытания и, ну, что называется, такой затяжной войны на выживание. Но у Украины есть достаточно ресурсов, есть достаточно мотивации для того, чтобы выдержать этот год. Ну, а дальше я очень надеюсь, что 26-й год станет годом каких-то изменений. ну, а и возможно, если очень-очень-очень, так сказать, совпадут некоторые обстоятельства, 27-й год, возможно, станет годом победы Украины. Но это само по себе не происходит, безусловно, для этого нужна очень серьезная работа и дипломатии украинской, и, самое главное, помощи, поддержки вооруженным силам Украины, которым я искренне желаю победы. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за поддержку нашей страны, за то, что вы желаете нам победы, и спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я желаю вам хорошего и спокойного вечера, и напомню, что Игорь Яковенко был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно напишите свои комментарии, свои вопросы, ну, и, конечно же, не забывайте поставить свой лайк. Также помогайте вооруженным силам Украины, помогайте нам бороться против путинской пропаганды, тоже можете этим видео поделиться со своими друзьями и знакомыми, чтобы они увидели качественную аналитику и правдивую информацию. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Всего доброго. Игорь Негода,